Продолжение следует... Все максимально понимали, что происходит, собственно говоря, в мире. А в мире происходит, ну, считайте, что еще одна Великая Октябрьская социалистическая революция. Это мое личное мнение, ну, по крайней мере, по уровню того, что, собственно говоря, сейчас наша военная операция специальная на Украине, она сдвинула очень много в мире. И мир, собственно говоря, начал очень быстро меняться. Это совпало с очередным кризисом капитализма, который, как нас учит политэкономия, раз в 25-30 лет случается. Это совпадает со многими такими глубинными проблемами в экономике всего мира. И, естественно, какой-то вот триггер должен был быть. Триггером вот случилась как раз наша специальная операция. Все очень быстро будет меняться. Оно меняется уже сейчас, вы видите. И дело совсем не в тех санкциях, которые нам объявили. Это вершина, собственно говоря, айсберга. Это некоторая истерическая реакция на то, что, ну, мы просто мешаемся в мире определенным силам, которые, ну, планировали одно, а не получилось. Это всегда очень раздражает. Но на самом деле мы уже с вами неоднократно говорили, и вы все историю учите, что мировых войн, на самом деле, достаточно много. Сейчас тоже, по существу, та же самая мировая война, только в других формах. В формах современных, в идеологических, в информационных. И немножко горячей войны на ограниченном пространстве. К сожалению, это пространство, близкое к нам, это братская Украина. Вот. Но, к счастью, это не Российская Федерация. Значительно хуже бы было, если бы это была Российская Федерация, а предпосылки к этому, в общем-то, были. Глубинно, значит, все контролирует экономика. Как мы всегда знаем, бытие определяет сознание. Кому-то хочется денег больше, кому-то власти больше, кому-то и того, и другого. Это относится не только к людям, но и к государствам. И, естественно, перераспределение, но было, есть и будет. Значит, сейчас мы с вами должны будем встретиться, к нам едет Анатолий Александрович Вассерман, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, член как раз Комитета по просвещению. И у нас он в университете тоже работает по совместительству, как руководитель межисциплинарной творческой лаборатории системного критического мышления. Этого человека вы все знаете. Вот один из самых эрудированных и умных людей у нас в стране, причем в очень разных областях. Именно поэтому он, в общем-то, является депутатом Государственной Думы. Очень во многих передачах на центральном телевидении он участвует. Ну, представлять его, я думаю, не надо. Но сейчас я хочу предоставить слово нашему уважаемому гостю. Александр Александрович, пожалуйста. Сейчас сниму эти вериги. Впрочем, думаю, что большая часть собравшихся не знают, что такое вериги, но и хорошо, что не знают. Так, один из законов Мерфи гласит, если прибор включить, он будет работать лучше. Сейчас мы убедились в том, что этот закон действительно работает. Анатолий Александрович уже замечательно совершенно представили. Меня зовут Макаренков Максим Анатольевич, я являюсь преподавателем. Собственно говоря, преподаю курс, который Анатолий Александрович и разрабатывал, и меня попросили помочь организовать это выступление. Сейчас Анатолий Александрович расскажет о том, что же, на его взгляд, произошло, почему получилось так, что в один миг мы проснулись в совершенно изменившемся мире. Поэтому, собственно, первый вопрос. Что, на ваш взгляд, произошло и почему? Ну, начну с того, почему. Потому что тогда, на мой взгляд, легче понять, что, как сказал Козьма Фадеевич Прутков, отыщи всему причину, и ты многое поймешь. Но прежде всего чисто техническое уведомление. Вот там лежат штабелем несколько десятков экземпляров книги. Ну, это сборник моих статей, посвященный в основном проблеме технических ограничений, возможностей планирования производства, ну и перспективам преодоления этих ограничений. Кроме того, там же лежат несколько сот магнитиков с реквизитами сайта Академия Вассермана. Ну, это сайт, организованный не столько мною, сколько несколькими моими коллегами. Он содержит различные материалы для саморазвития и самосовершенствования, так или иначе опирающиеся на опыт интеллектуальных игр. К сожалению, по ряду технических причин сайт уже довольно долго не пополняется, но, по идее, в ближайшее время эти причины будут преодолены. Это не так сложно, как преодолеть ограничения возможностей системы планирования. Это преодоление ожидается, по моим последним расчетам, ну, примерно лет через 8-10. А это, в свою очередь, повлечет очень радикальные изменения всех сторон жизни человечества. Но это отдельная тема. Я, по-моему, тут о ней когда-то уже рассказывал. И, наверное, будет еще что рассказать. А пока все-таки вернусь к причинам происходящего прямо сейчас. Во-первых, понять все зигзаги и странности политики Украины в принципе невозможно, если считать украинцев отличным от русских народом. Смею вас заверить, что украинцы отличаются от остальных русских в пределах нормального русского разнообразия. Грубо говоря, жителя Полтавского села отличают от жителя Архангелогородского села не больше, чем, например, жителя Смоленщины от жителя Сталинградской области или, как она сейчас называется, Волгоградской. Это все один народ. Разнообразие диалектов тоже у нас, хотя, конечно, несравненно меньше разнообразия диалектов немецкого языка, когда, скажем, жители Гамбурга и Вены в состоянии друг друга понять, только если переходят на общенемецкий литературный стандарт. Но все-таки разнообразие диалектов у нас тоже достаточно велико, чтобы украинский язык укладывался полностью в этот спектр. по большому счету это и не язык даже, а именно один из диалектов, причем деревенских диалектов, поскольку делали его именно на их основе. Ну, собственно, как делали, это процесс очень хорошо документированный, поскольку разработкой занималось сразу несколько групп. Ну, разработка эта началась, скажем так, в любительском порядке началась примерно два века назад, а примерно полтора века назад получила государственное финансирование в Австрии, куда тогда входили, входила большая часть Карпатских гор и, соответственно, восточный склон этих гор был избран в качестве полигона для отработки методов психологической хирургии, направленных на превращение русских во что-то антирусское. потом во время Гражданской войны и вскоре после нее эту работу подхватили большевики по политическим соображениям, тогда представлявшимся достаточно основательными, ну, скажем так, это была домашняя заготовка на один из вариантов в развитии революционных событий в Европе. Вариант не состоялся, так что разработка толком не пригодилась, а через лет 15 после революции ее вообще резко притормозили, поскольку неурожай конца 32-го года поразил практически всю хлебородную Россию от того, что сейчас называется севером Казахстана до Причерноморских степей. Но в ходе борьбы с последствиями этого неурожая неожиданно выяснилось, что хуже всего боролись, а порою и вовсе не боролись, а сознательно преувеличивали последствия голода, чтобы получить свое распоряжение побольше ресурсов и откровенно ими спекулировать, именно те руководители, что более прочих, преуспели на ниве украинизации. Поэтому украинизацию а заодно и белорусизацию резко остановили, но отменить уже не могли, поскольку правившая тогда партия вложила в это дело слишком много собственного авторитета. И если бы в 1933 году большевики признали, что украинского народа не существует и они пытаются его искусственно изготовить, это бы обернулось для них несметным множеством тяжких последствий. Поэтому процесс просто остановили. Потом случился рецидив при Хрущеве. он из всех членов Политбюро обладал к моменту смерти Иосифа Виссарионовича Джугашвили наименьшим авторитетом и чтобы одолеть остальных оперся на крупнейшую из существовавших тогда республиканских парт организаций украинскую отсюда и подарок Крыма Украине ну правда был и хозяйственный момент тогда строился Северокрымский канал для подачи воды из Днепра недавно кстати дамбу сооруженную на этом канале профессиональными украинцами ну то есть теми кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России так вот эту дамбу недавно наши войска наконец-то снесли вот но после Хрущева процесс опять притормозили но в конце восьмидесятых он снова пышно расцвел помнится мне шестнадцатого июля девяносто первого года иду я по Дерибасовской в Одессе я же с Одессы родом и вижу там сооружают площадку сцену для митинга по случаю первой годовщины принятия декларации государственного суверенитета Украины ну надо сказать что Украина в этом плане последовала примеру Российской Федерации но если для Российской Федерации это просто была дичайшая ошибка тогдашнего руководства сделанная в пылу борьбы с союзным руководством то на Украине к этому присоединились вот те самые профессиональные украинцы вот и вижу стоит рядом с трибуной замечательный философ создатель Советской школы системологии ну и в какой-то мере мой учитель по части искусства научного спора Авенир Иванович Уемов подхожу к нему и спрашиваю Венир Иванович то вы тут делаете ведь ясно что на митинг что митинг организуют нацики вот тогда они еще были не такие хищные как сейчас но учитывая опыт предыдущего их поколения того что развернулось в годы Великой Отечественной войны уже было ясно что хорошего от них ждать не приходится он ответил ну они могут нам помочь в борьбе с коммунистами ну должен заметить что руководство коммунистической партии горбачевских времен это было нечто такое что ни матом сказать ни на заборе написать и там было с кем бороться я на него посмотрел и сказал Авенир Иванович если вы призываете Белиала чтобы изгнать Астарота то по меньшей мере один из них с вами останется он резко погрустнел и ничего не ответил так вот начиная с тех пор работа по отделению Украины от остальной России поставлена на профессиональную основу и хотя значительная часть надежд на извлечение выгод из этой работы обманута выгоды получилось мягко говоря немного и насколько я могу судить львиная доля тех кто все-таки что-то заработал в формально независимой Украине в составе цельной России затратив те же силы заработали бы намного больше кстати у меня есть довольно много знакомых уехавших из страны в разное время так вот о них я могу сказать то же самое те из них кто там живет благополучно затратив на это те же усилия здесь добились бы куда большего благополучия но главный побочный эффект в том то любой человек пытающийся оставаться политиком независимой Украины вынужден действовать против интересов громадного большинства своих сограждан ну и естественно это взаимно ожесточает накал страстей и чем дальше тем очевиднее опасность независимой Украины для самой себя в первую очередь ну а из-за этого и для окружающих и собственно что творит что творят независимцы мы 8 лет наблюдали на Донбассе так уж вышло что по роду своей работы я довольно внимательно следил за новостями с Донбасса смею вас заверить все то что сейчас испытывают жители городов освобождаемых от террористической группировки Украина не идет ни в малейшее сравнение с тем что эта группировка творила до сих пор так что первая причина происходящего сейчас это попытка превратить русское большинство граждан Украины в нечто антирусское ну а прежде чем переходить ко второй причине отвечу наконец на ваши вопросы на самом деле это не столько вопрос сколько уточнение правильно ли я понимаю что во многом если не полностью то что произошло сейчас на Украине это результат некоего внешнего воздействия определенных скажем так сил что это за силы нет в первую очередь это результат именно внутренней причины ну то есть что значит внутренней фальшивка Украина не Россия придумана поляками ну впервые она появилась в процессе разделов Польши в конце 18 века кстати Россия тогда не взяла ни клочка польской территории забрала только русские земли захваченные в разное время поляками но правда в 1815 году Пруссия всучила Россию часть своих владений Польши а именно Великое Герцогство Варшавское у нас оно получило статус царства польского и так же как Великое Княжество Финляндское было связано с Россией только личной унии то есть глава государства один и тот же но государство и Польша и Финляндия точнее русская часть Польши и Финляндия были самостоятельными государствами самостоятельными законами кстати когда 20 сентября 17 года временное правительство не дожидаясь учредительного собрания объявила Россию и Республика это автоматически уничтожило режим личной унии так что Польша и Финляндия автоматически стали самостоятельные государства но дело не в этом дело в том что на самой Украине сейчас живет очень много людей так или иначе надеющихся извлечь из этой фальшивки выгоду для себя ну не говоря уж ни о чем прочем процитирую свою собственную фразу написанную где-то на рубеже 91 92 годов но к сожалению статья с этой фразой тогда не было напечатано ибо скоропостижно закрылось издание для которого она готовилась так что найти статью пассивная независимость можно только на моем сайте но фраза я сказал о тогдашних руководителях частей разваливающейся России чтобы ходить в чужих аэропортах по красным ковровым дорожкам они готовы красить эти дорожки кровью своих соотечественников то есть конечно есть и много внешних сил так или иначе пытающихся извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России но главная движущая сила все-таки сами местные сепаратисты кстати забавно что они называют сепаратистами как раз тех кто за воссоединение России в частности против меня в 15 году служба безопасности Украины возбудила дело как раз по обвинению в сепаратизме забавно но но это вся украинская логика вот так вот вывернута наизнанку а теперь о внешней причине происходящих событий у меня есть много статей посвященных тому почему нынешняя система глобального разделения труда основанная на узкой специализации целых стран ошибочно вдаваться в подробности не буду то есть потом может быть кто-то из вас меня спросит пока просто поверьте что это именно так и в частности тянущийся уже с 2008 очередная великая депрессия порождена в значительной степени именно этой системы разделения труда но одним из ее побочных эффектов стало то что с момента массового выведения рабочих мест из соединенных государств Америки в регионы с дешевой рабочей силой опаснейшим потенциальным конкурентом для соединенных государств стал Европейский Союз почему потому что за право производить изделия разработанные в соединенных государствах Китай Вьетнам и прочие регионы с дешевой рабочей силой платят соединенным государствам колоссальные лицензионные отчисления сумма отчислений так велика что фактически товары произведенные в Китае достаются соединенным государствам как целому практически даром то есть кто-то там конечно за них платит но эти деньги через лицензионные отчисления возвращаются обратно в соединенные государства а Китай наверстывает свое продавая те же товары на других рынках но европейский союз в целом был с давних времен технически развит не хуже а по многим направлениям гораздо лучше чем соединенные государства и вот страшный сон соединенных государств что будет если тот же Китай или Вьетнам переключится на взаимодействие с европейскими разработчиками и тогда уже европейский союз будет благодаря лицензионным отчислениям получать товары практически даром ну правда скорее всего европейскому союзу пришлось бы несколько снизить норму лицензионных отчислений чтобы переманить китайские заводы к себе но в любом случае это было бы для него очень выгодно а американцам пришлось бы тогда платить за себя и за того парня и поэтому с того самого момента как американцы стали выводить свои рабочие места в Китай они одновременно начали разыгрывать разнобезобразные антиевропейские акции ну самое известное из них это отделение автономного края Косово и Метохия от Сербии и обустройство там крупнейшей в Европе американской авиабазы Бонн Стил по совместительству ставшей крупнейшим в мире центром перевалки героина туда его доставляли на американских военно-транспортных самолетах из Афганистана а дальше албанская мафия давным-давно наводнившая всю Европу развозила эту дрянь по всем практически европейским странам ну недавно американцы из Афганистана сбежали так что теперь с логистикой несколько сложнее но насколько я знаю уже найдены какие-то другие пути доставки то есть афганские производители героина сейчас доставляют его в Пакистан и уже оттуда его вывозят американцы благо с Пакистаном у них давние теплые отношения ну а Китай который сейчас в значительной мере крышует Пакистан не обращает внимания на эти потоки дури пока они идут на запад а не на восток вот это самый известный пример но смею заверить далеко не единственный так вот то что американцы и американутые на всю голову европейские чиновники поспособствовали двум государственным переворотам на Украине сперва на рубеже 2004 2005 годов а потом когда последствия этого переворота удалось преодолеть сравнительно мирным путем учинили второй уже откровенно кровавый переворот на рубеже 13-14 годов это в значительной степени антиевропейское деяние замечу что все ограничения взаимодействия с нами введенные после этого переворота по американской инициативе бьют в первую очередь даже не по нам а именно по европейскому союзу он теряет от ограничений взаимодействия с нами несравненно больше чем теряем мы они правда в значительной мере надеются на поговорку пока толстый сохнет худой сдохнет но боюсь что им на это рассчитывать не приходится как сказал на днях кто в данном случае тощий ну они надеются что тощие мы но учитывая что у нас доля собственного производства значительно выше чем у них и доля зависимости от импорта гораздо ниже чем у них им хуже вот кстати недавно буквально пару дней назад какой-то итальянский политик в разное время занимавший кучу разных министерских постов написал я думал что санкции направлены против России пока не заехал на бензоколонку вот но для американцев именно такой результат и нужен они воюют против Европейского союза а Россия включая Украину это то что на армейском жаргоне называется сопутствующие потери и вот должен заметить что я вообще-то пользуюсь довольно ограниченным спектром теории объясняющих текущие события ну вот по сути кроме вот этих двух Украина это Россия и американцы воюют с Европейским Союзом чтобы Китай работал именно с американцами могу назвать еще две собственно на одну уже упоминал а именно что узкая специализация целых государств пагубна и еще одна теория которой которую я прилагаю к объяснению несметного множества событий интересы производственников и торговцев существенно различны а на многих направлениях прямо противоположны кстати на всякий случай имейте ввиду что интересы так называемых художественных творцов артисты сценаристы писатели художники эти интересы по большей части близки к интересам торговцев а не производственников если скажем живописец должен каждый экземпляр картины нарисовать заново и то не всегда скажем дюрер получал от продажи гравюр несравненно больше чем от продажи своих же картин гравюры стоят дешевле но их же можно изготовить гораздо больше вот то скажем программист пишет программу один раз а потом может ее продать миллионам пользователей поэтому интересы большей части творческих личностей не говоря уж о тошнотворческих личностях которых на самом деле гораздо больше близки именно к интересам торговцев и сейчас большая часть и творческих и тошнотворческих личностей выступает на стороне соединенных государств Америки а внутри самих соединенных государств на стороне демократической партии поскольку в самих соединенных государствах сейчас обороты в торговле на несколько порядков больше чем обороты в производстве и обслуживает там интересы торговцев как раз демократическая партия так вот для того чтобы понять кому выгодно происходящее на Украине достаточно как я уже сказал всего двух пунктов а для того чтобы понять почему нам дружно заболачивают мозги из многих тысяч источников и почему массированное пейкометание проводимое сейчас как говорится из каждого утюга подключенного по крайней мере к западным розеткам носит вполне отчетливые черты заранее спланированной домашней заготовки для того чтобы это понять надо вот иметь еще в виду что в российской федерации доля собственного производства и промышленного и сельскохозяйственного гораздо выше чем в западной европе и северной америки и соответственно большая часть влиятельных там людей воспринимает нас как своего естественного врага ну а заодно нас воспринимают еще и как силовую крышу над китаем владимир ильич ульянов отметил политика концентрированное выражение экономики но на самом деле это лишь очень краткое изложение основного пункта учения маркса и энгельса об экономическом базисе и разнообразных культурных надстройках над ним так вот то что американцы вывели в китай львиную долю собственного производства привело к тому что и политическая роль китая многократно возросла и сейчас они пытаются решить задачу как бы уничтожить политическую мощь китая чтобы он оставался производственным цехом на заднем дворе американского дома не имеющим собственной силы ну и так же как когда-то сперва наполеон карлович бонапарт а потом адольф алоизович гитлер пошли на нашу страну не столько ради наших собственных богатств сколько ради того чтобы лишить британию надежды на союз с нами точно так же американцы сейчас давят на нас еще и для того чтобы лишить китай надежды на союз с нами ну пока это вроде бы не удается правда на днях кто-то из американского руководства уже пообещал китайским фирмам тяжелые последствия если они не присоединяться к американским запретам на взаимодействие с нами даже не китайским фирмам китаю в целом это было заявлено ну на это китай ответил что ну не помню точную формулировку но смысл такой что грозить вы конечно можете но у нас есть возможности предотвратить любую угрозу так что в целом обстановка пожалуй разбивается в нашу пользу и могу прежде чем перейти к ответам на вопросы процитировать свою старую старую статью опубликованную на сайте однако точка орг кстати сайт этот некоторое время не работал но сейчас снова ожил в том числе и я подергал его администраторов чтобы они его реанимировали я не помню как называется эта статья потому что нагуглить ее гораздо проще по уникальному словосочетанию гней гнеевич помпей по прозвищу магн ну если кто не знает как гуглить на конкретном сайте когда к нему не прикручен собственный выход на поисковик довольно просто в поисковую строку помимо прочего вводите сайт латиницы с и т е двоеточие и адрес сайта и поиск будет идти только на этом сайте ну а вот это самое гней гнеевич помпей по прозвищу магн введите в кавычках чтобы искалось выражение целиком а не слова россыпью так вот этот самый гней гнеевич помпей во время очередной гражданской войны в риме оказавшись во главе одной из воюющих сторон провозгласил кто не со мной тот против меня то есть поддерживайте а то я вас всех поуничтожаю видя это глава противоборствующей стороны гай гаевич юлий по прозвищу цезарь кинул клич кто не против меня тот со мной то есть не обязательно помогать мне главное чтобы не помогали помпею естественно большая часть народа республики сытая по горло гражданскими войнами там их за полвека было по-моему четыре или пять последовало совету цезаря и не стала поддерживать магна после чего он несмотря на прозвище магн в переводе великий очень быстро проиграл так вот соединенные государства америки уже очень давно ну затрудняюсь сказать с какой даты но во всяком случае еще с прошлого тысячелетия придерживаются позиции кто не со мной тот против меня а мы по ряду достаточно серьезных исторических причин связанных с самим процессом формирования русской цивилизации придерживаемся позиции кто не против меня тот со мной и судя по примеру противоборства Помпея и Юлия наша позиция выигрышная ну вот это главное что я могу сказать о текущих событиях ну и только еще одна свежая новость вы возможно ее пропустили из-за занятий некая свежеизготовленная украинская общественная организация действующая якобы на Донбассе по крайней мере от имени Донбасса в духе наших солдатских матерей помните был такой комитет солдатских матерей главный лозунг которого был наши стрелять не должны независимо от того что делают другие так вот этот самый комитет пригласил на сегодня на полдень на одну из площадей Донецка женщин чтобы протестовали против идущей войны и ровно в полдень противовоздушная оборона Донецкой Народной Республики сбила направленную на эту площадь ракету Точка-У причем ракету в противопехотном оснащении там было несколько десятков отдельных бомб с готовыми поражающими элементами причем конструкция этих бомб такова что взрываются они на высоте порядка метра над землей ну для этого никакой электроники не нужно простейшая механика к сожалению то ли одна то ли две бомбы все-таки взорвались на людной улице Донецка промежутки между отделением банка и автобусной остановкой когда я сюда выезжал уже было известно о 26 погибших паре десятков госпитализированных естественно средства массовой рекламы агитации и дезинформации действующие на стороне наших противников об этом старательно умолчали вот это небольшой пример того как ведется война не просто если с вашего позволения я чуть-чуть дополню не просто война это та самая информационная война воздействия на наши с вами буквально в смысле слова вдумайтесь на наши с вами умы это те самые фейки в интернете которые рассчитаны на то чтобы раскачать как бы каждого из нас поэтому призываю пожалуйста думайте своими головами и учитесь отличать правду лжи кстати насчет фейка сегодня все западные средства массовой рекламы агитации и дезинформации которые выходные работают в ослабленном режиме вышли с написанными чуть ли не под копирку публикациями о зверской расправе русских воинов над роддомом в Мариуполе так вот поскольку первые публикации появились несколько дней назад то к моменту вот этих западных статей это уже подробно разобрано во первых в самом начале боевых действий один из одна из нации строительных группировок так называемый батальон азов особо прославленный своим изверствами практически с момента государственного переворота и по сей день вышвырнул оттуда роженец новорожденных медицинский персонал и занял этот самый роддом в качестве своей казармы ну они кто-то из пленных из числа вооруженных формирований подчиненных Киеву объяснил что они очень любят занимать больницы школы и детские сады советской постройки потому что там толстые стены и оттуда удобно отстреливаться а кроме того внимательно исследованы опубликованные самими этими нациками фото и видео здания после взрыва и в общем все эксперты по взрывам и по взрывному разрушению зданий дружно утверждают что взрывались заряды размещенные самими этими нациками и размещенные с таким расчетом чтобы создать красивую картинку но никому всерьез не повредит то что произошло сегодня в Донецке это к сожалению не фейк это реальность хотя и начавшаяся в качестве фейка скорее всего действительно надеялись вот этой самой ракетой точка у поразить митинг женщин чтобы потом кричать вот как эти клятые москали поступают с теми кто против войны но во первых митинг так и не собрался потому что это организация в Донецке уже примелькалась и все знают что обращать на нее внимание бессмысленно а во вторых ракету эту вовремя сбили так друзья теперь пожалуйста если у кого-нибудь есть вопросы подходите я так понимаю вот микрофон установленное ждем так вот вы уже говорили о том что Россия ну Россию можно представить как государство крышу еще в плане обороны экономику Китая вот можно ли считать что вот я сталкивался с таким термином считаете ли вы что подогревание всех этих националистических и сепаратических настроений будь то на Украине и в Казахстане например это проявление американского фашизма на экспорт скорее всего да по крайней мере американские следы отчетливо прослеживаются во всех государственных переворотах на территории России хоть в Грузии хоть на Украине хоть в Казахстане пожалуй единственное исключение это государственные перевороты в Киргизии там есть внутренние причины сводящиеся грубо говоря к противоборству северных и южных кланов но сейчас насколько я могу судить наши политические советники пытаются добиться примирения этих кланов а в остальных местах это несомненно американские дела следующий вопрос пожалуйста можно еще а вот вся эта ситуация на Украине военная операция вы считаете что она поставит ну если не точку то хотя бы даст начало регрессу вот этой политики американской ну я на это очень надеюсь ведь не зря же в книге джунглей киплинга один из критических моментов акела промахнулся ну помните когда вожак стаи не смог прыгнуть на добычу с первого раза и вынужден был потом ее догрызать так вот этот акела похоже промахнулся а львиная доля влияние соединенных государств на весь остальной мир обеспечивается как раз возможностью причинять разнобезобразные неприятности тем кто не подчинится история как бы имеет много личностей которые показывают то что вот на примере троцкого или йозефа гебблиса то что внутриполитической деятельности направление народа за страной это пропаганда это все действия пропаганды и сейчас то что в основном творится в интернете и соцсетях это пропаганда и выходит законы которые это запрещают в связи с чем у меня стал вопрос почему наши внутренние политики не могут противостоять данной пропаганде потому что в то время не было такого чтобы тот же Троцкий или Геббельс бегали и говорили что это неправда они настраивали свой народ так то что они сами не верили в это а нашему правительству приходит это опровергать ну должен сказать что и Лейба Давидович Бронштейн и Йозеф Пауль Фридрихович Геббельс вполне искренне верили в то что говорили по крайней мере в большую часть того что говорили но действительно их же опыт казал что пропагандисту в принципе не обязательно верить в то что он говорит что же касается того почему у нас нет пропаганды американские консультанты писавшие в 92 93 году конституцию российской федерации предусмотрительно заложили ту ее часть которая не подлежит поправкам а может быть только отменена целиком путем принятия новой конституции они заложили статью 13 где запрещена государственная идеология ну а если государственная идеология запрещена понятно что будет господствовать идеология антигосударственная что мы собственно и наблюдаем мы не могли заранее объяснить что нам нужно сделать прежде всего потому что государству было собственно и по сей день этой статьей запрещено по сути объяснять причины своих действий ну такие негосударственные деятели как я этим занимались очень активно ну правда сейчас я в какой-то мере уже деятель государственный депутат государственной думы и соответственно свобода моего слова несколько ограничена но думаю что новую конституцию можно будет принять только по результатам начавшегося сейчас ну то есть начавшегося давно но только сейчас перешедшего в силовую фазу изменения мира в целом следующий вопрос давайте с этой стороны пожалуйста Александр Александрович у меня есть небольшой вопрос бытует мнение что благодаря вмешательству со стороны запада нелегитимное государство украина было больше подготовлено к информационной войне и войне на данном фронте нежели наше государство и государство союзные с нами вопрос как вы считаете это правильно или нет это правда или нет ну судя по тому что сейчас происходит наши противники проигрывают информационную войну несмотря на всю свою подготовленность сейчас в западной европе и северной америки практически полностью прекращено распространение сей информации из наших отечественных источников а это значит одно слово правда работает сильней чем целый поток лжи но по этому потоку лжи они несомненно подготовились заблаговременно собственно ну тут наверное мало кто читал такой сайт цензор точка нет а я по работе заглядываю туда довольно регулярно и с большим интересом наблюдал как разбивается ложь в тех местах где правду блокируют в общем сейчас этот самый цензор нет дошел уже до нелепицы которым даже его собственная аудитория верит далеко не всегда но попутно он и многие другие подобные сайты воспитали целое поколение мастеров публичной лжи и продукцию этих мастеров мы сейчас наблюдаем ну правда иной раз они по американскому выражению стреляют себе в ногу но на всякий случай напомню если пытаешься засунуть пистолет в кобуру не сняв палец со спускового крючка то обязательно этим пальцем наткнешься на край кобуры и оружие выстрелит в соединенных государствах Америки это довольно распространенная бытовая травма так вот пару дней назад они выложили ролик где изображалась бомбежка Парижа и комментарий что если вы нам не поможете русские прилетят к вам самая массовая реакция в комментариях к этому ролику как теперь можно доверять хоть одному видео с Украиной потому что они сами показали что ни перед какой липой не остановится но липы заготовлено действительно много мастеров по ее изготовлению действительно много у меня вопрос ну как известно во времена Хрущева который занимался развенчиванием культа личности Сталина ну можно сказать были некоторого рода похолодания в отношении в отношениях между СССР и Китаем можно ли сказать что сейчас наблюдается потепление отношений или же это исключение исключительно в интересах Китая использовать Россию в качестве придатка для того чтобы выполнить осуществить свои интересы по отношению к той же Тайване и сейчас уже предпринимаются какие-то действия например был захвачен Китаем офис TSMC и создано собственное подразделение TSMC China ну взаимоотношения между материковым Китаем и островом Тайвань действительно достаточно напряженные и обусловлено это тем что обе стороны считают Китай единым обе считают неизбежным и необходимым воссоединением материкового Китая с Тайванем вопрос только о том какая партия коммунистическая главенствующая на материке или национальная крупнейшая на Тайване будет в получившемся объединении на первой роли а какая на второй поэтому я не думаю что до силового захвата Тайваня дойдет не говоря уже ни о чем прочем китайцы очень боятся как бы производство Тайвань Семикондактор Манифэкчеринг Компани не пострадало от какой нибудь случайности возможной при силовом сценарии что же касается наших отношений с Китаем то они уже очень давно улучшились но самое наглядное проявление это договор о границе 2004 года который снял важнейшее основание для пограничных споров а именно в предыдущих договорах граница проходила по фарватеру то есть самому глубокому месту пограничных рек а из-за особенностей этих рек там много островов и фарватеры то и дело оказываются то по правую от острова сторону то по левую но если смотреть по течению просто потому что реки илистые и то и дело фарватер замывается зато размывается заиленные ранее так вот сейчас вся граница описана на основании сухопутных ориентиров то есть останется стабильной но это лишь один из множества примеров но улучшение отношений между нашими странами идет непрерывно уже пару десятилетий и понятно что тут дело не в одном Тайване дело и в том что американцы то и дело начинают давить то на нас то на Китай в надежде что кто-то из нас сломается дело и в том что Российская Федерация контролирует кратчайшие пути между Китаем и Западной Европой это и Транссибирская магистраль и Северный морской путь соответственно Китай очень заинтересован в том чтобы эти пути контролировала сильное государство и они работали стабильно ну есть и множество других факторов ну и заодно отмечу у нас очень популярна страшилка вот сейчас китайцы как соберутся как накопятся как захватят Сибирь ну да действительно за постсоветское время в Российской Федерации побывало несколько десятков миллионов граждан Китайской Народной Республики но не было ни одной минуты чтобы одновременно находилось в Российской Федерации более миллиона китайцев чаще всего гораздо меньше они работают вахтовым методом приехал создал какую-то фирмочку заработал на ней потом перепродал эту фирмочку соотечественнику а сам вернулся в Китай чтобы либо на вырученные деньги создать новый бизнес либо просто жить спокойно на пенсии государственных пенсий там почти нет если бы китайцы хотели жить в наших краях они бы заселили Сибирь еще несколько веков назад когда во всей Сибири и миллионов человек не было а население Китая уже исчислялось в сотнях миллионов если посмотреть на распределение плотности населения внутри Китая вы увидите что там народ стремится жить на южном побережье ну есть правда небольшая густо заселенная полоса около нашей границы которая живет за счет приграничной торговли есть довольно много крестьянского населения вдоль рек Хуанхэ и Янзи именно вода этих рек обеспечивает львиную долю китайского сельского хозяйства но все кто может себе позволить выбрать место жительства стараются жить на юге так что и этой причины для противоречия с Китаем нету понятно что Китай преследует собственные интересы а не наши но в его собственных интересах по крайней мере на протяжении еще нескольких поколений защищать наши интересы большое спасибо у нас осталось время на один последний вопрос вот ваш и буквально секунду я хочу еще раз обратить внимание вот там лежат очень интересные материалы которые можно брать знакомиться с ними они принесут вам немало пользы теперь ваш вопрос последний вопрос Антолий Александрович на сегодняшний день у России очень маленькие шансы по выплате внешних обязательств что по сути будет в самом скором времени означать технический дефолт и что будет иметь широкомасштабные последствия как бы для нашей страны как это объясняет ваши слова о том что ситуация складывается в нашу сторону насколько мне известно уже еще не арестованных ресурсов центрального банка вполне достаточно для покрытия всех имеющихся обязательств причем покрытия даже в валюте кроме того в большей части этих обязательств заранее оговорено возможность их покрытия в рублях так что даже технического дефолта по всей видимости не будет кроме того блицкриг если проваливается то проваливается целиком и с большим треском если соединенным государством не удастся нас одолеть месяца за два три у них у самих начнутся такие проблемы что им будет уже не до ареста наших активов большие спасибо да сейчас извините анатолий к нам попросил еще один вопрос давайте спасибо меня зовут михаил анатолий александрович вы сегодня упоминали вопрос сельского хозяйства и насколько я понял за ваше выступление вы его образовали как благополучно то есть ситуация сельского хозяйства у нас сейчас благополучная но днями ранее и год назад и два года назад я натыкался на новости от официальных российских источников о том что у нас дефицит отечественных семян и зачастую доля импортных семян доходит до 50% в отдельных сегментах например семна сахарной свеклы у нас на 99% импортная и при ограничениях возможен сильный коллапс в сельском хозяйстве как бы вы могли это прокомментировать ну насколько я знаю как раз за последние пару лет на этот вопрос обратили очень серьезное внимание и собственное семеноводство хотя и не в полной мере но все-таки возрождено так что недостатка в семенах той же сахарной свеклы уже не предвидится ну как человек занимавшийся в общей сложности 9 лет разработкой автоматизированных систем управления технологическими процессами на свеклосахарных заводах я естественно интересовался тогда смежными проблемами и у нас было тогда создано очень неплохое семеноводческое хозяйство на этом направлении и сейчас его пока не полностью но все-таки восстановили так что дефицита сахара не предвидится насколько я знаю это относится и ко многим другим важным сельскохозяйственным культурам так что да действительно пару лет это пару лет назад это была еще достаточно тяжелая проблема так же как скажем 8 лет назад был тяжелый проблемой собственное сыроварение а сейчас с этим ну скажем так я конечно человек с очень неразвитым вкусом но отличить по вкусу эдом сыр эдом произведенный непосредственно в эдоме или скажем в Литве или в Подмосковье лично я не берусь вот так что мы действительно потратили очень много усилий на импортозамещение на самых разных направлениях пока сделано конечно далеко не все но жизнеобеспечивающие направления уже закрыты огромное спасибо на этом можно короткий важный вопрос также по теме импортозамещения я думаю много времени 2 минуты у нас 2 минуты хорошо мой вопрос касается высокотехнологичного сектора продукции я думаю вы все слышали что например в Тольятти завода автоваза приостановил работу многие люди теряют рабочие места в чем вопрос я хочу чтобы вы это прокомментировали я лично не вижу достойных отечественных аналогов в высокотехнологичной технике то есть как можно решить забавно но неделю назад я отправил в бизнес журнал там кстати опубликована большая часть статей вот этого сборника так вот я отправил в бизнес журнал статью где анализирую имеющиеся у нас сейчас возможности импортозамещения именно в сфере электроники скажем тот же ТАЗ Тольяттинский автозавод как его называют недоброжелатели в принципе вполне может обратиться на завод микрон в Зеленограде с заказом тех же микросхем которые сейчас импортируют возможности микрона для статьи ой извините для схем такого уровня сложности вполне достаточно более того на львиной доле направлений потребления нынешней микроэлектроники больше степень интеграции и соответственно меньше размера элементов просто не нужны ну а создать собственные собственное оборудование для производства микросхем наивысшей достигнутой сейчас степени интеграции мы можем ну где-то года за два-три спасибо друзья действительно все большое всем спасибо спасибо